Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи инвестиций в искусство Арсений Гроу, так она называется, потому что у нас сегодня в гостях молодой калининградский художник Арсений Гроу. Арсений, приветствуем вас! Здравствуйте! Меня зовут Игорь Николаевич, это Интерстрим Ютрейд ТВ, Интерстрим Инвесторов. Мы инвестируем в самые разные сферы и акции, и облигации, и криптовалюты, и в том числе у нас есть передача инвестиций в искусство, в рамках которой мы сегодня встречаемся, где мы инвестируем в искусство. Для этого мы находим интересных художников, изучаем их работы, творчество и обсуждаем варианты сотрудничества. Ну, а прежде всего хочу задать вам вопрос, естественно, главный, основной. Мы уже знаем, что вам 13 лет, что вы живете в Калининграде, и, естественно, вопрос вам, как молодому человеку, как случилось так, что вы стали писать, что вы стали художником? Кто на вас повлиял? Друзья, родственники, мама с папой? Вообще мой творческий путь начался 5 лет назад, когда я первый раз пошел в художественную школу, но спустя время я оттуда ушел. Сейчас я занимаюсь в частной художественной школе, у нас преподает очень креативный учитель. Мы рисуем во всяких разных техниках, нас учили, и каллиграфии, и писать картины в стилях разных художников, гогенов, вангогах и так далее. А рисовать я начал вообще с самого рождения. Участвовал в областных конкурсах и даже занял первое место. Ну, здорово, областной конкурс – это на всю область, это очень все трудно и престижно, понятно. Арсений, а все-таки кто повлиял? Или вы просто родились, полежали пару лет, в потолок посмотрели, а потом думают, а давай-ка я буду рисовать? Или все-таки есть художник кто-то в родне, родители? Ну, я вообще рисую, меня никто не подталкивал к этому, я рисовал, но вот в октябре прошлого года мама предложила мне рисовать картины в технике флюид-арк. Они мне очень понравились, их техника рисования мне очень понравилась, они у меня вот стоят на заднем фоне. Угу, видим, да, хорошо. Мы сейчас это обсудим. Я человек упорный, я все-таки хочу знать, мама или папа, или родственники, или друзья, кто-то вас как бы вот чему-то научил, подтолкнул. Понятно, что вы сами, вам это нравится, но вы где-то это видели или вы сами, так сказать, вот именно начали писать? Вы не занимаетесь творчеством? Ну, в моей семье занимается творчеством только мама. У меня в семье нету людей художников. Я понял. Мама занимается творчеством для души или профессионально? Она профессионально? Для души. Для души, дома, сама вот для себя. Я понял вас, ясненько. Ну, то есть, понятно, мама всегда влияет на детей, на своих. Вот такое она влияние оказала на вас. Причем по-разному родители оказывают влияние. Меня в 6 лет отдали учиться на скрипке и с огромным трудом через 2 недели, это были самые трудные 2 недели в моей жизни, я выторговал все-таки обмен на футбол и хорошую учебу, поэтому со скрипкой у меня не сложилось. Ну, а вам это видно, нравится, поэтому мы желаем вам удачи. Арсений, следующий вопрос. Учеба. Вот вы занимаетесь творчеством. Мешает, помогает. Как вы учитесь? Учусь, в смысле, в школе? Да, в школе, в обычной школе. А, в школе я учусь хорошо, естественно, есть порой нелюбимые предметы, но творчество мое не мешает мне заниматься учебой, потому что либо я рисую в свободное время, либо на выходных, и когда появляется какая-то возможность. Я понял вас, ясненько. Ну, скажем, троек немного, так скажем, да? Нет. Ну, замечательно, замечательно. Главный вопрос в этой ситуации, как относитесь к физкультуре? Плохо. Все, я понял. Друзья, вот когда я встречаюсь с художниками, причем с самого разного возраста, я чувствую свою миссию подарить им баскетбольный мячик, потому что, ну, надо, надо, надо приобщать всех художников к спорту, так что я думаю, что мы исправим это, это не любовь, на любовь, потому что поиграв со мной полчаса в баскетбол, все здоровые 50-летние мужики тут же начинают покупать кроссовки Джордана и так далее, и заниматься этим видом спорта. Ясненько, Арсений, поняли вас, здорово, что со школой у вас все хорошо, потому что бывает, люди увлекутся и, так сказать, бросают на самотек. Это нельзя, конечно, потому что у художников, как вы знаете, есть... Я хорошист. Хорошист? О, ну, замечательно, замечательно. У художников есть вузы, 4 крупных вуза в Москве у нас художественных, поэтому, если вы видите себя в этом направлении, наверное, получится тоже здесь у великих стоит, ведущие художники, очень многие преподают в вузах в Москве, поэтому, конечно, обращать внимание на учебу, чтобы вот так вот хорошистом и закончить, это очень важно. Ну что, спасибо вам за рассказ о вашей жизни. Последний у меня вопрос. Какие у вас хобби есть помимо художественного? У меня есть... Ну, помимо художественного я люблю коллекционировать фигурки. Это единственное. Фигурки каких? Животных, Marvel Industry? Нет, у меня... Я коррекционирую фигурки от фирмы Punk'a Pop. Они делают фигурки всяких персонажей по фильмам, комиксам, играм, мультфильмам и так далее. Я понял, ясненько. Хорошо, спасибо большое. Ну что, друзья, давайте теперь посмотрим на творчество Арсения с его комментариями. Сделать это просто. У Арсения есть в Инстаграме своя страничка. Я даю в чате, кстати говоря, ссылочку на страничку. Приглашаю всех зайти, поставить лайки, подписаться. Вот. А как подписываются в Инстаграме? Я такой не очень опытный. А вот, есть ссылочка подписаться, да? Вот так я нажимаю? Да. Все сработало. Вот, замечательно. Слушайте, классно. Я такой свой Инстаграм потихонечку. Ну что, давайте посмотрим работы. Но начнем просматривать. Я обратил внимание, что здесь есть видео. Здесь есть видео. Да, снимаем видео, как я разливаю краску и пишу картины. Да, вот давайте я сейчас включаю видео. А вы нам расскажите, что это происходит. Вы наливаете краску в стаканчик. Дальше что? Я не просто наливаю краску в стаканчики. Вообще в Fluid Art есть много разных техник. Но именно на этой, на этом видео показана та, в которой мы берем два стаканчика. В один мы наливаем немного черного, после него белый и так до самого конца по очередности. Во второй мы заливаем разные разноцветные краски точно так же и разливаем их на хвост. И потом кистью как-то вы дорабатываете, да, это все движение? Палочкой дорабатываем, но это чтобы смешать цвета, чтобы выглядело более живо. Ага, ага. Я понял. Как в Инстаграме ставятся лайки? Что надо? В правом нижнем углу сердечко. Сердечко. О, стало красным, значит лайк поставлен. Все, я понял. Понятно техника Fluid Art. Она откуда пришла? Вы откуда про нее знали? Сами придумали или где-то увидели у кого-то? Из интернета. Из интернета. Я понял вас. Ну, коллеги, то, что мы видим перед нами, я сразу классифицирую, я ученый, я классифицирую сразу, то есть разношу все по полочкам. Друзья, это классический абстрактный экспрессионизм с оригинальной техникой наливания краски. Очень много специалистов в мире этой техники, и у каждого своя техника наливания, это просто наливание или дриппинг, так называемое, разбрызгивание. Наиболее известными специалистами в этой области является Джексон Поллок, это на мой взгляд, мое личное мнение, Джексон Поллок и, наверное, Герхард Рихтер. Так, Поллок, середина прошлого века, Рихтер жив-здоров, кстати, 80 лет, и вот у них такие похожие, ну, в смысле, по технике, сходные подходы, вот, да, классический абстрактный экспрессионизм. Арсений, вот мы смотрим на первую работу, которая есть, что вы хотите сказать этой работе? Передать настроение, просто интерьерное решение или что-то еще? Ну, вообще, в каждая картина вложена определенная эмоция, потому что написание картин зависит от настроения в данной ситуации. Поскольку вот эта работа была одна из первых, я это делал очень радостно и увлеченно, поэтому она получилась очень яркой и красивой. Я понял. То есть здесь тоже были два стаканчика и палочка, да? Да. Здорово. Это, я так понимаю, акрил, судя по формату. Да, это акрил. Какая здесь материя? Ткань, бумага, картон? Это холст. Холст. Я понял. То есть это техника холст-акрил у нас. Да. Хорошо. Давайте посмотрим следующую работу. Это другая работа, правильно? Это та же самая. Только, а, по-другому снимок, я понял. Вот, другая работа. Здесь какое у вас настроение? Здесь, эту картину я рисовал для барбершопа на заказ. Угу. И они заказали, как они заказали? Цвет, настроение? Они, вообще все мои заказчики говорят цвета, в которых они хотят увидеть свою картину. Но бывали случаи, когда говорили сделать на свой вкус. В данном случае сказали сделать агрессивные цвета, похожие на одну картину, которая будет чуть-чуть позже, если вы пролистаете. Но проблема в том, что чем мне нравится техника флюид-арт, что каждая картина неповторима. И потому что ты не знаешь, как краска себя поведет. И от этого создается такое впечатление, что она, ну, не впечатление, а каждая картина уникальная. Угу. Угу. Нет, это понятно, да. Ясненько. Причем здесь уникальное не только цветовое сочетание, но и форма распространения. Где-то у вас резко агрессивная, где-то мягкая, овальная форма здесь. А вы тоже на это влияете, видимо, через выливание краски или потряхивание, или еще как-то, да? Конечно. Я понял. Ну, не будем выведывать уж прямо все секреты. Двинемся дальше. Мне вот это, например, нравится очень работа. Это небольшая картина на ДВП. Ага. Я понял. Ну, она была по заказу сделана или... Нет, она была сделана просто под конец кое-какой определенной работы. Ммм. Просто осталась краска. Да. Друзья, так бывает. Вот, кстати говоря, тоже агрессивная работа. Это тот диземент, на который вы хотели заслаться? Нет, эту работу заказал наш знакомый, и она уже ему пришла. А, ну, здорово. Он как заказал? Агрессивную ее или как вообще? Он захотел такую же, как я сделал для барбершопа. А, понял вас. Хорошо. Двигаемся дальше. Вот это, друзья, Арсений с подарками. Помогает он, благотворительностью занимается. Вот части полученного дохода. Это замечательно. Очень правильное решение. Вот тоже очень интересная работа. Здесь написано «Верхнее озеро Калининград». Это что означает? Ну, во-первых, это есть такое место в Калининграде. Верхнее озеро. Ммм. Серьезно? Да. Ясно. Это, видимо, парковая зона, да, такое, раз, так сказать. Но в каждой картине человек видит что-то свое. Ну, я так понимаю, вы увидели Верхнее озеро весной, и вот отразили воду и окружающую природу. Правильно? Ну, да. Я думаю, что это не так, но просто вы не стали спорить. Вот. В общем, друзья, глубокий внутренний мир. Двигаемся дальше. Здесь, смотрите, зелено-красное. Смелое сочетание красных. Эту картину я нарисовал, потому что мне стало интересно, как будет выглядеть мягкие цвета в перемешку с кислотно-зелеными. Если вы можете заметить, я добавил туда золотых блесток. Это краска или это физические блестки какие-то? Это физические блестки. Понятно. Чтобы сделать гламурненько и посмотреть, как отнесется зритель. Как зритель отнесся? Мне она очень сильно нравится, и все, кто ее когда-либо видели, всегда хотели ее получить. Но поскольку ее уже купили, сделать такую же будет сложно. Я понял вас ясненько. Двигаемся дальше. Какие, кстати, размеры здесь, Арсений? Какие размеры? Это ДВП, если не ошибаюсь, 30 на 40. То есть относительно небольшие форматы. Да. Я понял. По чем вы продаете эти работы? Средняя цена. Даже 40 на 60. Именно вот такие я продаю по 1000 рублей. Большие на холстах я продаю по 2000 рублей. Большие – это какой размер, чтобы я просто представлял? Большие – это 40 на 60. 40 на 60. Я понял вас. Ясненько. Хорошо. Вот эта работа. Какое настроение здесь у вас? Здесь я был, если это уже был вечер, я был уставший. Мне хотелось сделать что-то плавное, красивое, чтобы было приятно мне смотреть на это в темное время суток. Я понял вас. Ясненько. Это такой Эрмитаж, место вдохновения. Понятно. О, а здесь явно у вас было настроение такое боевое, яркий и красный. Да, с этой работой связана очень интересная история, так как эта работа сейчас находится у моего классного руководителя. Она, ей очень понравилась, так как она идеально подходит к ней, к ее домашний интерьер. Я понял. Она краски вам назвала, какие у нее дома доминанты? Или вы ее сделали? Нет, на самом деле я просто рисовал картины по настроению или для определенного человека. Так как она человек очень творческий и яркий, я решил подарить ей именно эту работу. Я понял вас. Хорошо. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Вот очень нежная работа, нежные лепестки, розы сразу почему-то в голову приходят. Что это за работа? Это работа в нежных розовых бежевых тонах, которые я рисовала для моего учителя русского языка. Здорово, здорово. Я так понимаю, что этот человек очень такой действительно творческий тоже, наверное, любит поэзию, раз такие тонкие краски вы подобрали. Конечно. Здорово, спасибо. Ой, я забываю эти ставить сердечки, коллеги. Что вас спрашивают? Я неопытный пользователь. Вы мне напоминаетесь в чате, на всякий случай. Это я к участникам обращаюсь. Я вижу, что вот эта работа сильно отличается. И такое впечатление, что здесь стаканчики были вылиты в разном направлении. Вот эту работу я рисовал на заказ для моей одноклассницы. Она подарила это родителям на Новый год. Техника этой работы была кардинально другая, потому что я разливал краску в стаканчики и не наливал их в середину, а тонкими полосочками разливал по краям холста. Ну, точнее, это ДВП. И разливал разные краски от голубого до черного. И после смешения я раздувал их трубочкой и дорабатывал мелкие детали деревянной палочкой. Я понял вас. Ясненько. Спасибо большое. Видите, друзья, разные техники использует Арсений. И здесь тоже совершенно, мне кажется, вот это необычная работа. Что это за техника, какое здесь настроение? Здесь было настроение такое же, как, можно сказать, на всех, почти на всех. Это была суббота, когда я только проснулся, позавтракала, хотела сделать что-то такое спокойное и умиротворенное. Мне эта картина очень нравится, так как я могу привести пример, если вы можете включить меня. Да, сейчас, секундочку. Конечно, можем вас включить. Ага. К примеру, вот эта вот моя работа, это самая первая работа, которую я нарисовал. И чем она мне нравится, то, что в ней есть такие клеточки, если можно увидеть, сеточки. Она создается за счет того, что при смешении красок одна может быть гуще другой. Или можно добавить силикон и создаться такой эффект. Ясненько. Ну, все-таки, возвращаясь вот к этой работе, сейчас мы ее вернем в кадр. Она необычна, мне кажется, и по технике. Тут не видно, чтобы из одного стаканчика налет. Здесь как-то по-другому сделано такое впечатление. Эту работу мы рисовали, что я брал стаканчик, поддерживал холст, разворачивал. И после этого резко поднимал стаканчик. Краска разливалась по всему холсту. И я разливал ее, и потом подливал краску в разную часть холста. Вот, вот здесь вот, да, вот видно, что здесь не продолжительное движение, а такое очаговое, скажем так. Тут часть, тут часть, плюс движение холста, вы говорите. Да, тоже интересно, тоже интересный подход, то есть движение не только краски по холсту, но еще изменение угла самого холста, чтобы еще придать этот импульс дополнительный. Да, здорово, здорово, спасибо. Двигаемся дальше. Это вы тоже с работы. Подарок для моей креативной подруги. Ага, это, я так понимаю, одноклассницы или кому-то в школе, да, подарок? Нет, это просто моя подруга, и я ей подарил эту работу на ее день рождения. Она также заказала цвета, и я сделал работу по цветам. Я понял. Здесь тоже не, так сказать, не постоянный такой разлив. Тут явно, что вы работали, мне кажется, даже кисточкой здесь работали. Нет? Нет, но самое интересное в этой работе то, что это было сделано даже не на ДВП, а на дереве, на лакированном дереве. И из-за этого она создалась такой объемной. Дополнительная, да, такая функция такая появляется. Ясненько, спасибо большое. Вы даете название своим работам? Нет. Я понял. Каждый видит в них что-то свое, и назвать ее как-то по-своему, это будет, я считаю, неправильно. Я понял. Вы не хотите фиксировать ситуацию, оставляете простор для фантазии и размышлений для человека. Поняли, спасибо. Следующая работа – это подарок для друга на день рождения. Да, для моего одноклассника. Он не делал заказа, вы сами взяли на себя смелость определить его состояние души в данный момент? Нет, он заказал цвета. Я понял. Слушайте, здесь большой набор цветов. Вот сколько здесь цветов смешано, интересно даже мне. Если честно, их здесь не много, но некоторые из них просто смешались и сделали определенный оттенок. А, я понял вас. То есть получается гибрид такой, да? Да. Новый цвет, которого не было, ну, за счет, естественно, смешения базовых. Ясненько, спасибо. Спасибо, Арсений. Вот, тоже очень интересная работа. Акрил, лак 40 на 60. Что имеется в виду лак? Эта работа была куплена моей заказчицей, которая после покупки отправила мне очень душевный видео привет. А, я понял вас. Ага, ну, очень нежные цвета. Она заказывала цвета? Да. Здорово. Лак, при чем здесь лак? Покрыто сверху лаком или что-то еще? Нет, она даже ничем не покрыта. А написано акрил, лак. Это что такое? Акрил – это определенная краска для... Арсений, я понимаю, смотрите, холст на подрамнике, мы поняли. Акрил, вы поняли. А вот слово лак 40 на 60. Лак что означает? Мы не поймем. Лак я смешала вместе с акрилом. Из-за этого она стала такой яркой. А-а-а. Акрил сам по себе вообще довольно темный, когда высыхает. А лак какой здесь используется? Акриловый. Художественный, купленный в художественном магазине, да? Я просто пытаюсь понять, какой это лак. Ясненько. В общем, там же в художественном магазине купили лак и смешали. Такой есть, какой был, такой и был. Ясненько. Полили. Спасибо, Арсений. Двигаемся дальше. О, какая интересная работа. Что это за работа? Я не вижу, я отключился, как-то у меня другой фон. Что-что? У меня другой фон, но я не видела, как-то отключили. Сейчас, секундочку, подождите, давайте выясним, что у нас. У вас телефон сел или что случилось? Нет, просто я отключился от конференции. Я вас слышу, но я не вижу... А, ну сейчас мы это поправим. Сейчас мы все это поправим. Главное, чтобы у нас появились. Все, мы вас видим. Это немножечко подзови с интернет, я думаю. Вот, Ольга, приветствую вас. Здравствуйте, я буду помочь. Да, приветствую. Мы вас видим и слышим. Вас что вызвало? Интернет-соединение вызвало? Нет, нет, просто ссылки. Вышла из конференции, но я не понимаю, что зайти. Вы в конференции? Нет, нет, мы не видим просто. Мы видим трансляцию, сейчас попробуем. А, я понял. Я понял. Ольга, ну вот вы меня сейчас видите в кадре или нет? Я вас вижу, я вас вижу. Ну, значит, и все нормально. Нет, сейчас все хорошо. Ага, все. Я не буду мешать вам. Да нет, вы тут главный человек, поэтому что вы нам мешаете? Мы-то как раз-таки все. Вам осталось включить камеру, и мы Арсения увидим. Сейчас, секунду. Она рядом с микрофоном находится, да? Рядом с микрофоном. Все нормально, расстановилось? Да, все видно. Здорово, здорово. Все, друзья, давайте мы досмотрим все работы, раз уж мы взялись, и сделаем с вами, подведем итоги. Вот это очень интересная работа, я сказал, и на этом связь у нас немножко прервалась. Что вы хотите нам рассказать об этой работе? Эту работу заказал мой заказчик. Он ее уже оплатил, но никак не может ее забрать уже очень много времени. Ну, он, видимо, в другом городе, и пока ему доехать, я понял, ясненько. Это с рамкой я вижу, да? Я вижу рамку по краям, да? Да. Здорово, здорово. Двигаемся дальше. Вот, картина у нас интересная. Что это за работа? Эта работа такая уже, как и та, что заказала моя заказчица. Она тоже уже, она отправлена к владельцу. Я понял. Здесь какое было настроение? Или здесь была... Честно говоря, это была одна из самых, если не самая сложная работа, так как краска вела себя очень плохо. Я понял. Вот так вот бывает, друзья, краска ведет себя тоже по-разному. А вот тут даже боюсь сказать, даже боюсь представить, какое у вас было настроение. Наверное, получили отметку, не ту, которую надо, решили выместить все свое, так сказать, настроение. Нет, если честно, это вторая работа, которую я рисовал. Я за один раз нарисовал четыре холста. Это моя самая, это моя вторая работа. Я понял. Это ясненько. Тоже она в рамочке, тоже уехала. Да, да. И тоже уже у владельцев. Я понял. Ясненько. Здорово. Вот какая сочная, прям такая. Эта работа ее заказала очень известная блогер, очень хорошая подруга моего брата, кто-то, если может, знает, Маша из Dream Team. У нее миллионная аудитория, и она к ней скоро придет. Ну, здорово. Здорово. Замечательно. Мы вас поздравляем. Вот тоже интересная работа. Эта работа мне нравится очень сильно. Эта работа, эту работу заказал мой знакомый и друг моего брата, который работает моделью. И самое главное, то, что именно под эту работу хотели, ну, заполучить такую же, но из-за этого, ну, не получалось создать ту же самую. Из-за того, что краска развивалась неправильно или не так, как мы хотели. Понятно. Ясненько. Спасибо. Двигаемся дальше. Вот какая яркая, сочная работа в стиле Ван Гога. Это что за работа, Арсений? А, эту работу мы рисовали уже вечером, когда... Если честно, я не помню, что, какое было здесь настроение, так как мы рисовали, мама снимала, и мы просто разговаривали и учились, потому что это тоже одна из самых первых. Я понял, ясненько. Это что за работа здесь? Больше красок, чем обычно, мне кажется, тут. Да, эту картину я считаю очень красивой, и если бы она у меня была, я бы ее, конечно же, оставил. Но ее купили. Нет, ну, художник для того и создает паломно, чтобы отдать. Тут никуда, от этого никуда не денешься. Ну, остаются фотографии на память, естественно. Вот какая-то золотая же птица получается. Это та самая работа, которую я рисовал вначале, вы смотрели видео. Вот она такой получилась, да? Да, один стаканчик был темный, другой яркий. Здорово, здорово. Двигаемся дальше. Это видео, друзья, мы уже видели. Вот Арсений с одной из работ. Вот еще одна работа. Я угадаю, что это третья работа, которую вы написали? Нет, но я считаю, если честно, эту картину, вот, одной из самых, если не самую плохую. Но почему-то все, кто ее смотрит, все, наоборот, указывают на то, что она очень красивая. Создавалась она очень непросто. Я наливал, я в стаканчике наливал краску и разливал по холсту полосочками. После этого заливал все оранжевой краской и трубочкой раздувал краску. Я понял вас ясно, спасибо. Это как я рисовал. А, вот тоже видео идет. Друзья, видим дриппинг, то есть такое одноразовое, скажем так, наливание краски. Иногда мы использовали фен, так как было очень, а, да, вот тут здесь снято, когда было очень сложно раздуть ее. Так как это актуально. Ага, я понял, ясненько, спасибо. Вот еще тоже работа есть у нас. Это что за работа? Это та же самая работа, которую заказал блогер. А, просто, ну, вы отдельно с ней сфотографировались, я понял. И это тоже работа, которую вы отправили, просто вы так еще повязали. Нет, он живет в нашем городе и он заехал к нам, чтобы забрать ее. Ага, я понял. Вы из рук руки передали вместе с такой симпатичной ленточкой. Здорово, здорово. Спасибо большое, Арсений, вам за ваш рассказ. Очень интересно. Ну, тогда пару моментов еще от меня. Но, прежде всего, я хочу вашу маму пригласить в эфир. Ольга, а будьте добры, зайдите, пожалуйста, в кадр на секундочку. Сзади, позади сына, я хочу вам один вопрос задать. Арсений, можем маму позвать? Конечно. Да. Ольга, приветствуем вас. Здравствуйте. Приветствуем вас. Главный вопрос в этой ситуации, естественно, как вы относитесь к увлечению сына? Рады, помогаете или просто, так сказать, время занять? Какое у вас к этому отношение? Конечно, очень рада. Конечно, рада, что у ребенка есть увлечение, которое нравится. И ему очень нравится, и мне очень нравится. Поддерживаю его всяческими способами. И сын тоже старший поддерживает очень. Гордимся. Гордимся им, что его работы нравятся людям, что есть почитатели его творчества уже даже за границей. Ну, здорово, замечательно. Я вас поздравляю. Ну, хорошо, тогда я вам сейчас дам такую невероятно сложную задачу. Справитесь ли вы с ней или нет? Вот сейчас мы и проверим, друзья. E-Trade TV, друзья, это место, где всегда очень сложные задачи ставятся. У некоторых задачи заработать миллион долларов, у некоторых задачи предугадать курс евро-доллара. А вот мы сейчас поставим задачу перед Арсением такую. Арсений, самое лучшее место на Земле, где я был, естественно, это моя точка зрения, это юг Франции, Лазурный берег. И там есть замечательный город Грасс. Из-за него выходишь, и сразу начинаются три доминанты. Это пшеничные поля, золото. Это лавандовые поля, такое сиреневое царство. И это апельсиновые деревья, такая оранжевая доминанта. У меня вопрос. Я могу заказать вам работу, холст однозначно, 60 на 80, потому что это наш стандартный размер. И работу, ну и краска, вот эти три доминанты обязательно. Остальное уже на ваш взгляд. А так, доминанты это золото, оранжевое и сиреневое, то есть пшеница, апельсин и лаванда. Вот так вот, скажем, для простоты, поскольку ролик… Фиксирует. Да, да, вы не волнуйтесь, у вас ролик этот будет, он будет на сайте, я вам пришлю, если подзабудете. И я-то, собственно, имейл есть, телеграм есть, мы все обменяемся. Вот, вот в этих трех доминантах сделать, я их заберу, или дядя Андрея Малеевича отправит мне, так сказать, или как-то я… как забрать, мы придумаем, не волнуйтесь. Вот, по ценам я понял, вы мне цены пришлете, я оплачу. Вот, назовем ее, у этой работы будет название, она будет называться «Лето в грассе». И звучать будет хорошо. Арсений Гроу «Лето в грассе». Что я сделаю с этой работой? У нас бывают выставки регулярно, я ее выставлю на нашей выставке участников «Ютрейд ТВ». Вот, под вашим именем, естественно, я владелец, я инвестор, и расскажу на этой выставке, я обо всех художниках рассказываю, в том числе расскажу о вас. Условие у нас одно такое, что, значит, минимум три передачи на эту тему, но вот это уже назовем первой передачей, вторая передача я предлагаю сделать в удобное для вас время, так, чтобы школу, не дай бог, не повредить, чтобы вы взяли холст, вот такую же передачу сделаем, вы сделали холст и взяли, смешали, продумали заранее, что вы будете делать, и сделали на наших глазах. В течение получаса вот так вот, чтобы вы прям закончили на наших глазах, ну, а потом третья передача уже показали бы нам готовую работу. Естественно, какие-то там дополнительные штрихи вы после передачи можете внести, но чтобы основа как бы мы уже увидели. Я бы со своей стороны предложил бы добавить лака, чтобы это было ярче, сочнее. Это я и скажу только из того, что вы сказали. Я не специалист в этой сфере, но просто ее надо сделать такой шедевральной, яркой, потому что ее увидят большое количество людей, она будет в каталоге Trade TV. Поэтому я думаю, что вот таким образом мы можем с вами сделать. Ольга. А сроки как-то ограничиваются, просто дело в том, что я сейчас на две недели уеду, а все-таки вот этот процесс весь в мастерской, у нас он такой, знаете, это происходит все дома, поэтому нужна определенная подготовка. Мы ждем вас, когда вы мне напишите, Игорь, вот мы готовы в такой день это сделать, мы согласуем время, нас никто не гонит, мы сами себе хозяева. Согласуем время и сделаем такой эффект. Так что, Арсений, как готовы в таком глобальном эксперименте? Замечательно. Здорово, здорово. Ну и пару слов я хочу сказать о том, как это может выглядеть в системе мирового искусства. Хочу показать вам пару моментов. И обсудим, кстати. Ой, нет, не туда пошел. Отмена. Это в другом месте. Ну, прежде всего, ваша деятельность, конечно, близка Герхову Рихтеру и Джексону Полоку. Ну, посмотрите, вот работа Рихтера, равна за его работ. Здесь явно наливная работа. Совершенно другая техника, отличная. Здесь, скорее всего, акрил или алкогольное чернило? Да, вот я тоже так думаю. Ну, и техника наливания совершенно другая. Он, видимо, стоял, сверху наливал и не мешал. Он, видимо, не касался колста вообще ничем. Вот, Рихтер. Это ранняя работа его, 88-го года. Вот, ну, тоже, так сказать, настроение здесь присутствует. Мне, например, нравится. Ассений, как вам работа конкурента? Вы мне ее показали вначале, я сразу в нее посмотрела, и она мне реально очень понравилась. Потому что мне нравится сочетание таких цветов. Не знаю, почему. Но здесь даже геометрия какая-то присутствует, что, в принципе, когда при разливании красок, это очень редко. Я понял вас ясненько. Хорошо, спасибо большое. Это вот мы с вами посмотрели Герхарда Риктера. Один из классиков абстрактного экспрессионизма. Ну, а сейчас, наверное, создателя давайте посмотрим абстрактного экспрессионизма. И я здесь вам задам викторину. Арсений, любите викторины? Угадалки, пазлы? Нет, но давайте попробуем. Да? Куда же тенишься, естественно. Хорошо. Значит, коллеги, обратите внимание на то, что вы видите. Кто слева, я знаю. Это Арсений Грова. А кто справа? Кто знает? Я не знаю. Ага. Чат Литрейд ТВ. Мы с вами полтора года на эту тему говорим. Ладно, сдавайтесь, потому что это редкая фотография. Я зовут его Джексон Поллок, основатель абстрактного экспрессионизма. Один из самых известных художников в мире. Кстати говоря, его работа, одна из работ, стоит 200 миллионов долларов. На всякий случай я напоминаю. Дальше, в этой викторине слева работа Арсения Грова, ну а справа, я думаю, уже все догадались, работа Джексона Поллока. Отсюда вопрос. А никто не замечает, что техники и даже внешне Арсений и Джексон похожи? На самом деле. Мама Оля, как вы считаете? Похожа? Я вижу. Может быть, реинкарнация. О, замечательно, друзья. И только что Арсений Грова придумал основную тему маркетингового продвижения на конференции Trade TV. Арсений Грова – реинкарнация Джексона Поллока. Ну, замечательно. И видите, что значит бизнес, коллективное творчество. Вместе придумываем интересные вещи. Арсений, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Ольга, спасибо вам за то, что организовали все, так замечательно присоединились. Так что мне было очень приятно с вами познакомиться. Надеюсь, мы с вами, так сказать, продолжим и знакомство, и сотрудничество. И надеюсь, что как только вы вернетесь, вы не забудете про мою просьбу, и мы приступим к моему заказу. Вам спасибо. Всего хорошего. С праздником. Спасибо. Спасибо, Арсений. Спасибо, Ольга. Вам хорошего дня. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Друзья, с нами были Арсений Гроу и его мама Ольга. Очень интересный состоялся у нас диалог. Действительно молодой человек, 13 лет, уже делает такие замечательные вещи. Видно, что ему это нравится. Я сразу вижу, когда человеку что-то нравится. У него глаза горят всегда, он всегда так увлеченно рассказывает об этом. И вот это вот блеск в глазах, это замечательно, когда человек в таком раннем возрасте находит свое увлечение, свое призвание. Это вообще большая удача. И я надеюсь, что у Арсения все получится. Ну, а всем спасибо большое за участие в сегодняшнем эфире. Хорошего всем дня.